Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я ее ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни и, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. Алкоголь и осторожность несовместимы. Как после рюмки другой даже незнакомые люди закадычными друзьями становятся и как это к смерти приводит. Три изнасилования в этом году и одно в прошлом. Итог преступных похождений 33-летнего мужчины. Что рассказывает задержанный и почему он теперь опасается за свою жизнь. Двое маленьких детей с ожогами на больничной койке, а за жизнь их годовалой сестренки врачи реанимации борются. Где были взрослые и по какой причине случился пожар в квартире. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Охочи до спиртного. Люди, как правило, любят устраивать у себя различные посиделки и вечеринки. В дома к таким весельчакам постоянно кто-то приходит, обычно не с пустыми руками. И пропустив рюмку другую, хозяева уже готовы даже незнакомые гостей считать своими закадычными друзьями. Но такая иллюзия зачастую тает и перерождается в жестокую реальность. Под влиянием зеленого змея в любой момент друзья могут превратиться во врагов. Поэтому, открывая двери своего дома для таких личностей, впуская сомнительных квартирантов, почитатели пьянок и гулянок рискуют в первую очередь собственной жизнью. Именно так произошло в Новосибирске. Улица Чехова в Октябрьском районе. Частный дом. Собак нет. Войти в калитку при желании может любой. Именно здесь, в подполе, что на кухне, в ночь с 11 на 12 сентября квартирант, снимавший квартиру, обнаружил тела хозяев дома. Пенсионерку и ее пожилого сожителя. Мужчина, который проживал в частном доме по улице Чехова, сообщил сотрудникам полиции о том, что в подполе данного дома он обнаружил тела 67-летней хозяйки и ее сожители 59 лет. На телах погибших были обнаружены многочисленные ножевые ранения, а также травмы в области головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Мотивы убийства двух пенсионеров пока неизвестны. Судя по обстановке, внутри дома погибшие жили не совсем благополучно. Подтверждают это и их соседи. Говорят, хозяева дома регулярно меняли квартирантов, которые зачастую составляли им компанию в распитии спиртного. Да, она сдавала комнату, одну комнату. Я вот до этого видел, как бы жил мужчина тут. А этих ребят я вот, честно говоря, они сказали, что они с Майдей жили, но я вот, может, я так редко появляюсь, или они так редко. То есть я их, честно говоря, не видел. Ну, скандалили, как, ну, если не выпивали люди, то есть, как бы, она такая еще маленькая, активная такая бабушка была, такая поматериться любила. Другие соседи заявляют, гулянки в этом доме бывали чуть ли не каждый день. Ну, они такие любители выпить. То есть, как бы, мы и забор отгородили сразу. То есть, конфликтов у нас таких, как бы, не было. Мы старались с ними, ну, как много не общаться. Бывало, я видела, как какие-то там, ну, приходили ее подруги, там, ну, такие же тоже, которым она выпивала. То есть от молодых я прям в лицо. То есть их очень, наверное, было... Может, они поздно приходили, их не видно было. Он там постоянно на нее кричал, всячески там, ну, как-то они... То есть без всяких там было побоев. Просто, что криков было много от него всегда, он прям кричал на нее. По предварительной версии следствия, пенсионеров убили на бытовой почве. Возможно, в результате ссоры во время очередной гулянки. Скорее всего, так называемые друзья и приятели, пришедшие на очередную вечеринку, повздорили с хозяевами, что и привело к трагедии. Версию ограбления в управлении МВД региона пока не рассматривают, несмотря на внешний беспорядок в комнатах. Правда, говорят полицейские, ведется работа со свидетелями и в особенности с квартирантом и его другом, которые и обнаружили тела. Оба молодых человека ранее судимы, но пока нет никаких поводов заподозрить их преступление, заявляют в правоохранительных органах. Ведь в доме погибших, судя по рассказам соседей, всегда было много гостей. Преступления сексуального характера, да еще в отношении детей, авторитета на зоне совсем не прибавляют. Но ведь не пугает это некоторых. Три изнасилования в этом году и одно в прошлом. Это, быть может, далеко не полный список преступных похождений 33-летнего мужчины, задержанного на минувшей неделе в Новосибирске. Жертвами его стали три женщины до 30 лет и одна несовершеннолетняя девушка. Сейчас обвиняемый уже арестован и дает признательные показания. При этом, оказавшись за решеткой, насильник вдруг всерьез задумался о своей судьбе. У серийного маньяка появился страх за собственную жизнь. Подробности в репортаже Андрея Баева. На этих кадрах следственного эксперимента 33-летний Сергей Меркулов спокойно и рассудительно рассказывает и показывает, как он нападал на девушек и женщин, а потом насиловал их. Всем своим жертвам преступник угрожал физической расправой, если они не будут выполнять то, что он говорит. Я зажимал, да, я зажимал, чтобы она там не то, что не орала там, но там буквально было, может, минуту там просто от того, что там машина ехала, чтобы не крикать, ничего и все. А потом у нас просто обоимый разговор, значит, почему я ей пояснил, что... Вы угрожали потерпевшим? Ну да. Это было на аллее. На аллее. Здесь уже угрозы какие-то непосредственно от вас исходили в ее адрес? Не, ну я говорил, как бы, да, что если она будет, ну, расскажет кому-то, я ее изгибаю. На сегодня, говорят следователи, мужчина уже признался в четырех фактах насильственных действий. Из них уже полностью доказаны два. По остальным станет ясно после получения результатов ряда экспертиз. При проведении генотипоскопической экспертизы было установлено, что по двум преступлениям уже однозначно совершены имя. Два преступления еще в настоящее время, экспертиза не закончена, он проверяется. Но сам он как бы не отрицает их совершения. Потерпевшие тоже говорят о том, что совершены им эти преступления. Задержать подозреваемого в преступлении удалось не только по так называемой оперативной информации, но и по приметам, о которых рассказали его жертвы. Личность насильника в сравнении с ему подобными оказалась незаурядная. Девушка, которая была изнасилована, то есть изнасилование было с 5 на 6, она как бы составила фоторобот, был составлен фоторобот, ориентировали патрульно-постовые наряды и работали уже по приметам, которые были. Значит, он в городе Новосибирске постоянного места жительства не имел, задержали его на съемной квартире. Ранее судим, значит, отбывал наказание, значит, кроме этого еще по двум преступлениям проходил. На время следствия правоохранители вышли с ходатайством в суд поместить обвиняемого под стражу, с чем он, собственно, и не спорил. Однако, посоветовавшись со своим адвокатом, мужчина высказался против присутствия прессы на судебном заседании. Мол, если его увидят, то он и до основного суда может не дожить. Ну, потому что я не дожил, даже до суда вы через деваетесь. Отчего вы отказываетесь? Вы прям хотите, чтобы сегодня прям в камере трупа обнаружили что-то. То есть вы просите не разрешать видеосъемку в зале судебного заседания при рассмотрении ходатайства, правильно? Да. Так или иначе, до окончания следствия обвиняемый будет находиться за решеткой. Ходатство было удовлетворено, мера пресечения была избрана в виде заключения по стражу. В принципе, и сам Меркулов не возражал против избрания данной меры пресечения в отношении него. Сейчас следователи проверяют обвиняемого на причастность к другим подобным преступлениям. Интересно, что на момент задержания мужчина находился в федеральном розыске за разбой. Уголовное дело в итоге возбуждено по двум статьям. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Грозит 33-летнему преступнику до 20 лет тюремного заключения. Коротко о том, что еще произошло на минувшей неделе в нашем видеообзоре. Так масштабно наши обэпники, наверное, еще не работали. Сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции областного, городского и районного уровней нагрянули сразу по 13 новосибирским адресам. Проверка проводилась на основании поступившей информации о том, что данная организация в своей деятельности использует программно-аппаратные комплексы, на которых установлены нелицензионные программные обеспечения. В общей сложности по результатам проведенного оперативного мероприятия изъято 436 системных блока, 384 специализированных клавиатуры и 308 флеш-карт. В настоящее время оборудование направлено на экспертизу. Если результаты исследования подтвердят признаки контрафактности установленных программных продуктов, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении авторских и смежных прав. Эта массовая драка произошла в одном из ночных клубов Новосибирска в январе 2013. Следствию удалось установить, что представители одной из веселившихся компаний оскорбили родственников нескольких посетителей клуба. В итоге дело закончилось стрельбой. Молодой человек, приехавший по звонку одного из дерущихся, вместо того, чтобы уладить ситуацию, попросту выстрелил одному из участников конфликта в голову из травматического пистолета. Пострадавший остался инвалидом, а стрелявший скрылся с места происшествия. Злоумышленника полицейским пришлось искать больше полугода. Задержан при содействии Московского Курского линейного управления внутренних дел на железнодорожном транспорте и снят непосредственно с поезда по приезду им в город Москву, где он намеревался в дальнейшем скрываться от органов предварительного следствия и правосудия. Теперь Раджабов находится в следственном изоляторе Новосибирска. Ему уже предъявили обвинение, однако подозреваемый отказывается давать показания и оказывать помощь следствию. В Каргатском районе вновь прошли поиски Кости Кривошеева. Напомним, что 11-летний мальчик пропал еще в конце июня этого года. Следователи даже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». И вот областные спасатели опять прочувствовали леса и болота. В этот раз с просьбой организовать поиски обратился Следственный комитет. И 22 человека со специальной техникой, включая снегоболотоход Трекол, выдвинулись в район. В течение трех дней спасатели обследовали 30 квадратных километров. Заросли кустарника и трава в рост человека тормозили работу и заставляли поисковиков сближаться друг с другом до нескольких метров. Но тело мальчика не нашли и в этот раз. В рубрике «Рецепты безопасности» мы дадим исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы. Конечно, если они касаются безопасности вашей лично, а также ваших финансов или здоровья. Во многом от того, как и какими методами мы воспитываем своих детей, зависит не только их будущее, но и сиюминутная безопасность. И ошибки в том, как мы себя ведем по отношению к детям, иногда дорого стоят. Все прекрасно знают, что введение запретов стимулирует их нарушение. Однако мы то и дело что-то запрещаем своим чадам. К примеру, играть с огнем. Может быть, поэтому двое маленьких детей трех и четырех лет с небольшими ожогами оказались в больничной палате, а вот за жизнь их годовалой сестренки врачи боролись в реанимации. Все трое пострадали накануне в результате пожара у себя в квартире. Что стало причиной возгорания и был ли в момент ЧП рядом кто-нибудь из взрослых, расскажем прямо сейчас. Закопченные стены, запах гари и отсутствие электричества. Все это последствия пожара в 18-й квартире дома номер 3 по улице Софийская. И самое печальное здесь – неповрежденная мебель или другие домашние вещи. А то, что во время пожара в квартире находились дети. Правда, за которыми приглядывала пожилая женщина. Благодаря соседям и пожарным эвакуировать удалось всех, но без последствий не обошлось. Четырехлетняя девочка и трехлетний мальчик с легким отравлением угарным газом попали в первую детскую больницу. А вот за жизнь еще одной годовалой девочки до сих пор борются врачи областного ожогового центра. Ребенку один год. Диагноз ожог пламени. К счастью, площадь поражения кожного покрова небольшая, но есть отягощающие обстоятельства. Это так называемый ожог вдыхательных путей. И это на сегодняшний день определяет степень тяжести ребенка. И мы на сегодняшний день оцениваем ее как тяжелая, обусловленная как раз так называемая термонегазационная травма. То есть прогноз для жизни благоприятный, состояние тяжелое. Продолжаем лечить. Причины пожара еще выясняются, но по словам соседей, скорее всего, дети играли с огнем. Что вполне вероятно. Мол, семья не совсем благополучная. Когда был пожар, я не видела. Я потом только пришла. Ну а что слышали, видели, что знаете? Ну как? То, что дети там баловались с сжигалками, еще чем-то, я не знаю. И загорелось кресло, а потом дальше все. Ну а как вообще как соседи? Какие соседи? Да, как семья. Ну, они все, конечно, знают. Ну, неблагополучная семья. В какой-то мере слова соседей подтвердило поведение мамы детей, которая оказалась дома к моменту нашего приезда. Хотя, может, и стресс сказался. Хотя бы о состоянии детей. Я не буду. Нормальное состояние у вас. Версию неосторожного обращения с огнем, как основную, рассматривают сейчас и специалисты МЧС. К сожалению, отмечают спасатели, подобных пожаров меньше не становится. И вина здесь не только детей, но и прежде всего взрослых. Надо сказать, что пожары по причине детской шалости с огнем, гибели, травматизм детей при пожарах в Новосибирской области по-прежнему остаются на высоком уровне. И если брать вот результаты уже тех месяцев, которые прошли в 2013 году, то пожаров по этой причине произошло 24. 7 детей погибли, 36 получили травмы и ожоги. Причем 8 детей получили травмы и ожоги, как раз балуются с огнем, а 15 детей по вине взрослых. Чтобы избежать подобных ситуаций, говорят специалисты, стоит хотя бы иногда напоминать детям о мерах пожарной безопасности. А лучше всего стараться вообще не оставлять их одних дома. Или с людьми, не внушающих доверия. Если обстоятельства складываются так, что детей нужно оставить дома одних, то повторите с ними правила пожарной безопасности, повторите с ними правила поведения в экстремальных ситуациях, как нужно действовать, если пожар произошел, как вызвать правильно пожарную охрану, как эвакуироваться самостоятельно из дома, чтобы во время пожара, если пожар именно в квартире, дети не прятались в укромные места, под кроватью, в шкафы. И еще очень важный момент. У нас бывали такие случаи, когда родители закрывали детей изнутри таким образом, что они самостоятельно не могут эвакуироваться из квартиры. Поэтому нужно детей закрывать таким образом, чтобы они могли открыть дверь самостоятельно и эвакуироваться. Были случаи, когда детей находили у порога квартиры, которые просто не смогли из нее выйти, а могли бы остаться вживую. Что касается данной конкретной ситуации, то здесь еще немало вопросов. Например, все ли дети друг другу родные? И кем все-таки приходилась женщина, которая вроде как приглядывала за ними в момент пожара? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возмещать ущерб пострадавшим автовладельцам городской предприятия, похоже, не торопится. Больше года уже прошло со дня резонансного ДТП в Новосибирске, когда неуправляемый 13-й трамвай снес сразу несколько автомобилей на своем пути. Об этом необычном случае тогда вся страна узнала, как и о том, что сразу после аварии в муниципалитете обещали компенсацию всем пострадавшим. Однако некоторые из них не получили обещанных денег и по сей день. Как обещания в долги перерастают, смотрите далее. Иномарка, за рулем которой находилась Евгения Литвинова, стала невольным участником ДТП еще в апреле прошлого года. Напомним, тогда 13-й трамвай, оставшийся без вагона вожатый, с опущенным токоприемником, отправился в самостоятельный путь. В результате вагон протаранил шесть машин и двум водителям нанес травмы. Тойота Евгении восстановлению уже не подлежит. Девушка показывает результаты независимой экспертизы и заявляет. Поначалу в горе электротранспорте обещали компенсировать причиненный ущерб. Но обещанных денег нет и по сей день. Юрист звонил их, то есть предлагал, например, если мы вам в течение трех месяцев выплатим. Ну я на все соглашалась. И в конце концов мне приходит отказ. Отказ от директора в письменном виде. Все, я потом звоню опять им. У них сменился состав юридический. И мне говорят, что мы вообще не в курсе вашего дела. Нам нужно его искать. Но вот пока уже месяц прошел, я им звоню. Дело так никто и не нашел. Пострадавшая утверждает, с подобной проблемой столкнулись еще несколько ее товарищей по несчастью. Новый состав юристов депо заставляет людей заново заниматься бумажной волокитой. Заставляют новые документы собирать. Но, например, отказ от страховой, оригинал у них. Как бы это если идти в страховую, это опять пройдет еще месяц-два. Все справка о ДТП у них. То есть у меня есть только экспертиза. Я оригинал им не отдала, отдала копию на машину. И все. И вот справка с ГАИ о том, что машина принадлежит. Действительно ли не все пострадавшие получили соответствующую компенсацию после аварии, случившейся больше года назад? И по каким причинам происходит задержка обещанных выплат? С этим вопросом мы обратились непосредственно в Горэлектротранспорт. Однако официальных комментариев на сегодняшний день так и не получили. Между тем люди, оказавшиеся на своих авто на пути злополучного 13-го трамвая и не получившие до сих пор возмещения ущерба в полном объеме, собираются отстаивать свои права до конца, даже если придется подавать исковые заявления в суд. Мудрые люди говорят, чувство долгое, не каждому по карману. Что ж, надеемся, что это не про Горэлектротранспорт. Смотрите программу безопасности на 49-м канале. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя.